Всем привет! Меня зовут Алина. Сегодня я хочу поговорить с вами об обертывании, потому что я уже тысячу лет назад обещала это сделать и рассказать вам, какие я альтернативные средства делаю для себя вместо обертывания Гуан. Сегодня хочу начать с того, что если вы вдруг решили сделать обертывание, видимо, вы хотите привести себя и тело в тонус. Для этого я бы посоветовала вам сперва подготовить кожу, а именно, что делаю я. Я беру жесткую мочалку, щетку, рукавичку для пилинга и начинаю растирать кожу. Если же вы не любитель таких способов, то вы можете просто полежать немножко в ванной и разогреть свое тело, распарить его, чтобы дальше все ингредиенты, которые мы будем на себя наносить, лучше впитывались. Во-вторых, я хочу сказать, что любые обертывания имеют свои противопоказания. У вас не должно быть высокого давления, вы не должны быть гибертониками. Я думаю, конечно, что люди, у которых есть какие-то серьезные заболевания и так знают, что им нельзя перегреваться или охлаждаться. Есть люди с холодовой аллергией или с очень чувствительной кожей, поэтому обязательно будьте бдительны. Также противопоказаниями является беременность. Ни в коем случае не наносите эти составы на область живота и талии. Самое главное правило помнить, что чем лучше ты подготовлен заранее, тем меньше у тебя проблем после. Если у вас есть звездочки или варикозное расширение, то лучше не делать горячие обертывания, лучше взять холодные. И как раз сегодня я хочу рассказать вам об обоих типах. Во-первых, я почему так долго не могла снять это видео, потому что я готовилась. Я искала различные сертификаты гуамовской продукции, выискивала какие же там ингредиенты. Собиралась закупить на сайте все эти компоненты и в итоге я поняла, что выйдет это в районе 7000. Как-то это уже совершенно не похоже на бюджетную альтернативу обертывания гуамов. В итоге я провела такую мини-аналитику, выбрала для себя те продукты, которые можно объединить в один. Например, в гуамовских масках содержится эфирное масло лимона, грейпфрута, апельсина. Все это цитрусовые, в принципе, воздействие на кожу у них почти одинаковое. То есть я решила сократить этот список до минимального количества и предложить вам несколько альтернатив, которые вы сможете найти дома. У меня есть несколько своих эффективных рецептов, которые я объединила с теми рецептами, которые я изначально подготовила для вас. Хочу сразу сказать, что в итоге я ничего дополнительного не заказывала. Чем проще будет рецепт, тем проще будет пойти и сделать их прямо здесь и сейчас. Итак, давайте начнем. Я расскажу вам свой самый действенный способ обертывания, как раз который я смиксовала. Начнем с горячего обертывания. Если вам такое не подходит, то внизу я оставлю, на какой секунде начнется рассказ про холодное обертывание. В данном случае очень важно соблюдать пропорции. Если честно, мне даже не очень хочется делиться таким рецептом. Да, он очень классный, да, он очень действенный. Но я очень сильно боюсь, что вы не будете соблюдать пропорции, а это может привести к обратным последствиям негатива. Вы можете заработать себе звездочки. Так что ни в коем случае не перебарщивайте с основным компонентом в этом обертывании, обертывание с кремом под названием капсика. Он обладает раздражающим, сосудорасширяющим, обезболивающим и противоуспалительными свойствами. Его часто используют при больных суставах, мышцах, из того, что там содержится синтетический аналог капсоцина. То есть обертывание действительно получится ядерным и три раза подумайте, прежде чем вы будете это делать. Если у вас чувствительная кожа, пожалуйста, 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 будьте безумно аккуратны. Итак, я добавлю сюда спирулину, потому что я считаю, что это одно из самых крутых средств для женского организма, потому что там очень много микроэлементов и водоросли, вообще наше все. Также я буду использовать сопочную грязь, которая была добыта в вулканах Тамани. Мне нужно ее сперва растопить на водяной бане, добавляю две ложки спирулины, опять я делаю это на глаз, все хорошо перемешиваю. Добавляю две-три столовые ложки кофейного жмыха, одну каплю капсикама и 5-7 капель эфирного масла лимона. Воду я добавляю на глаз так, чтобы получилась консистенция кашицы. Ну вот, собственно, и все, наше горячее обертывание готово. И я вам советую поступить так. Когда вы начинаете курс обертывания, 10-15 процедур, первые три дня делайте обертывание каждый день. Затем делайте его уже раз в два дня. Рецепт холодного обертывания я внизу оставлю весь список противопоказаний, которые, по крайней мере, найду. Будьте, пожалуйста, аккуратнее, прислушивайтесь сами к себе, чтобы потом не было никаких проблем. Итак, нам понадобится валдайская глина. Вы можете использовать любую, я буду использовать именно голубую. Также, как вариант, иногда я использую микронизированные морские водоросли или сопочную грязь. Здесь основной действующий компонент – это магниосульфат. По-другому называется магнезия. Это соль, которая вытягивает из нас все вредные шлаки, подтягивает кожу и очень-очень хорошо выводит ненужную жидкость. Я заранее подготовила теплую водичку, в которой нам понадобится растворить магнезию. Это я и сделаю в первую очередь. Добавлю глину и добавлю еще немножко воды для того, чтобы все это размешать. Затем добавляю туда около двух ложек спирулина. Две таблетки мумио, которые я буду размалывать с помощью специального такого контейнера. Теперь все это высыпаю и еще раз тщательно перемешиваю. Сюда же добавляю 10 капель эфирного масла мяты. Вот такая зеленая кашица у нас получилась. Теперь нужно все это распределить на тело, оставить где-то на час. Лучше всего сразу залезть под одеяло куда-нибудь и спокойно посидеть в интернете. Все что угодно можете поделать. Затем это нужно смыть и намазать на себя какой-то антистюдлитный подтягивающий крем. Я также иногда добавляю какие-то фитокомпоненты. Очень люблю добавлять листья брусники. Просто вскрываете пакетик и высыпаете его в этот же состав. С холодным обертыванием мы закончили. Очень надеюсь, что этот рецепт вам пригодится и понадобится. Пожалуйста, будьте аккуратны с этими обертываниями. Я не хочу быть каким-то псевдо-врачом. Хочу, чтобы у всех все было хорошо. Оставайтесь счастливыми, красивыми. Всем хорошего дня. И скоро увидимся. Пока-пока.